Ом Ти Ви Юэй про головне. Понятия должны соблюдаться и на международном уровне. Это принципиальный отказ отвечать за свои слова. Захватившая власть в России путинская уголовная шпана не просто в очередной раз кинула тех, кто пытался с ней договориться. Кинули. Ну, просто обманули. Подписав договоренности, которые она ни минуты не собиралась выполнять, кремлевская клика вовсе не стремилась кого-то обмануть. Напротив, она в очередной раз честно и откровенно послала партнерам сигнал. Вы должны полностью подчиниться нашим правилам на всей нашей воле. А правила эти в том и состоят, что никакие договоренности, никакие подписанные документы ни к чему российскую власть не обязывают. И никак ее действия не ограничивают. Имеем полное право. Абсолютно. У российской власти нет партнеров. Они ни с кем не договариваются. Они только диктуют свою волю, как диктуют его братва Овце. Сидят овечки, ничего не понимая. Любая подписанная бумажка – просто фантик, в который завернуто соглашение Овцы подчиниться всем условиям братвы. Вы поняли, Овцы? Как надо себя вести. Когда в 1999 году РФ напала на Чеченскую республику Ичкерию, она даже не удосужилась денонсировать подписанный с ней договор об отказе от применения силы во взаимных отношениях. Ну, а как иначе? Когда в 2014 году РФ оккупировала украинский Крым, она даже не удосужилась денонсировать договор с Украиной о признании границ. А зачем? Ну, кому нужен-то? Ты понимаешь? Ведь для российской власти любой договор – это то, что российская власть может нарушать как угодно и когда угодно. На полной своей воле. И она полна решимости заставить весь остальной мир согласиться с этим. Мы и будем этим заниматься. Уголовному правящему классу России свойственно глубочайшее презрение к праву как ограничителю своей воли и экзистенциальная ненависть к цивилизации, построенной на верховенстве права и договорном начале во взаимоотношениях между людьми и странами. Неизбывная жажда эти основы современной цивилизации опрокинуть. Мы всегда это делали. Священная война кремлевского Гитлера – это война против верховенства права и договорного начала в отношениях между людьми. К этому и сводится озвученная кремлевским Риббентропом программа установления нового мирового порядка. Когда в Стамбуле была встреча переговорщиков, там была одна география. И наша готовность принять украинское предложение опиралась на ту географию, на географию конца марта 2022 года. Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР, ЛНР. Это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий. И этот процесс продолжается. И если коллективный Запад хочет отстоять эти основы своего бытия, он должен отказаться от наивных надежд при помощи неких дипломатических ухищрений, привести путинский Кремль в состояние договороспособности. Единственный способ обеспечить безопасный вывоз украинского зерна – не переговоры с нацистским агрессором, а международная специальная военная операция по ликвидации Черноморского флота РФ. Поздравляю вас с днем военно-морского флота! Ура! 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 Россия – это дышащая империя. Дышащая. В нашей истории часто бывало, что мы вдруг теряли земли, а потом их обретали. Теряли очень мало империй, в жизни которых такое было. Как правило, дорога в одну сторону. Мы – дышащая империя. Русский человек с самой разной национальности, даже разного вероисповедания. Он все равно остается русским человеком. И где бы он ни жил, он вместе с собой и со своей землей вдруг вступает в это удивительное состояние, когда чувствует, что пора собираться. Слава Богу, что мы живем в России, а не в Америке. Слава Богу! Слава Богу! Вместе! Раз, два, ура! 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 Страна непуганных идиотов. Все натовские генералы изучают нашу реакцию Они смотрят, возможно, невозможно Они делают выводы, планируют будущие операции против нашей Родины Нам надо провести глубочайший анализ того, что произошло И на всю протяженность беспокойной границы эти выводы распространить Чтобы у натовцев не возникло соблазна совершить нечто подобное уже со своих границ Что действительно при этом должно беспокоить нашу страну Так это информация, которую озвучили на страницах британского Times Издание со ссылкой на источники в британском правительстве Утверждает, что Лондон на полном серьезе обсуждает возможность отправки своих военных на Украину Командующий силами обороны Эстонии Андрус Мерило В интервью финскому изданию Хельсинкин Санумат Заявил, что Таллинн и Хельсинки собираются перекрыть финский пролив для России И это уже вроде никто не скрывает Правда, для проформы Андрус Мерило добавил, что все это произойдет лишь в случае угрозы со стороны Москвы Ну и вот она, на ваших глазах угроза Основной поток углеводородов из России идет через порты в Тихом океане Другое дело, что становится совсем непонятно, как решать вопрос с Калининградом Ну то есть пробивать сухопутный коридор То есть это второй фронт, открытие которого и добиваются США Новые меры экспортного контроля ввел Китай, неожиданно Касаются они поставок тех самых дронов, маленьких, мавиков И Зеленский уже заявил, что есть пути обхода, которые не дадут пострадать снабжению вооруженных сил Украины Ну наверняка они действительно есть, у нас же есть Все у него есть, и техника, и вооружение, и дроны, которыми линия фронта сейчас очень насыщенно готовится, видимо, к каким-то иным действиям